Летние каникулы на исходе. Скоро двери для ребят откроют не только школы, но и центры доп. образования. Последние три месяца их помещения не пустовали почти во всех учреждениях, делали косметический ремонт и придумывали, чем удивить учеников. Центр развития детской одаренности почти год назад переехал в новое здание. Все это время руководство приводит в порядок коммуникации и преображает пространство. Этим летом удалось открыть несколько учебных классов. Вы сейчас присутствуете в кабинете информатики в обновленном. Здесь мы планируем с нашими ребятами заниматься усиленно, особенно с младшими ребятами, курсом программирования и грификации. Для этого у нас в этом году есть новый молодой педагог, который, надеемся, сдвинет эту работу с мёртвой точки. Помимо компьютерного класса в центре появились еще два учебных кабинета. Чему именно здесь будут учить, еще не решили. Кабинеты универсальны. Все, что нужно для занятий с одаренными детьми, говорит директор, эта доска имел. Нам кажется, поскольку ребята у нас занимаются особенные, с повышенными академическими способностями и подребностями, у каждого ребенка должно быть личное пространство. Поскольку, ну как вот в школе не нужно подглядывать, а что там у соседа и сравнивать свое решение с решением соседа. Именно одиночная парта позволяет ребенку сконцентрироваться на решении конкретных задач и выдвинуть свое собственное решение. По двальному помещению тоже нашли применение. Здесь теперь гардероб, санузел и методический кабинет. В сумме из муниципального бюджета на ремонтные работы потратили около полутора миллионов рублей. Прибегли к помощи и внебюджетных фондов. Доход от оказания платных образовательных услуг идет на закупку оборудования и расходных материалов. Еще одно место, где дети после школы проводят время с пользой – Центр ДОП «Образование и Перспектива». Во время учебного года получать знания сюда приходит более 800 человек. Из нового в этом году два кабинета профориентации. Здесь пространство разделено на несколько зон. Разрабатывали его с учетом скандинавских методик педагогики. Здесь есть зона лекторская, в которой можно оказаться на подиуме. И здесь ребята могут принять любую позу, даже позу расслабленного слушания. Это один из таких современных приемов, который рассчитан на то, чтобы снять эмоциональную перегрузку, поднять такой стимул у ребят к познанию каких-то новых, новой информации. Современная мебель позволяет использовать каждый сантиметр площади с пользой. Кабинет многофункциональный, подходит для разных занятий. Одна из профессий, к которой тут будут прививать интерес – повар. Можно открыть духовой шкаф, положить сюда плюшки, и через 20 минут они готовы, они пахнут корицей, людям очень нравится. Ну и возникает такое приятное, эмоциональное, вкусное впечатление от этой профессии. Юля всего 7, но она уже знает, как нужно измерять давление. В медицинском классе она учится делать это на кукле. Обычно занятия проводятся под руководством опытного врача. На обустройство этого и других классов центр потратил более миллиона рублей. Работы проводят за счет полученных грантов и средств городского бюджета. Ребенок может посещать наши занятия в рамках бюджетного финансирования. Здесь его встретят замечательные педагоги, отличная команда, талантливых людей, которые с большим энтузиазмом работают с ребятами. Новые интерактивные классы руководству центров дополнительного образования стараются открывать ежегодно. Занятия в них будут проводить под девизом «С любовью к детям, с надеждой на будущее». Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.